Хочу вам рассказать еще о нашем обитании на Мадагаскаре. Мы, руконожки, живем семьями. Каждые 2-3 года у нас появляется по одному детенышу. И самка его вынашивает около полугода. Детеныш становится самостоятельным к 7 месяцам. И продолжает жить с родителями приблизительно до 2 лет. Когда мы добываем пищу, мы лазим по деревьям. И когда один из нас видит в поле зрения лакомство или меняет направление, то издает звуковой сигнал, чтобы другие следовали за ним. Мы очень любим питаться фруктами, нектарами цветов, орехами, грибами. А также мы едим насекомых. Наши уши очень чувствительны к малейшим звукам. Такой тонкий слух необходим нам во обнаружении насекомых и личинок, находящихся под корой. А самым важным помощником для добычи пищи служат наши длинные пальцы. Ими мы простукиваем деревья и слушаем движения под корой. И с их помощью вытаскиваем насекомых. Также ими удобно простукивать кокосовые орехи, чтобы узнать, в каком месте наиболее тонкая скорлупа, а потом сделать отверстие и полакомиться. Английский писатель-натуралист Джеральд Даррелд назвал меня «зверь с магическим пальцем», зная нашу особенность строения кистей. А когда Пьер Сонер, обнаруживший наш вид, показал нас местным жителям, они в один голос скрикнули «Ай-ай!» и теперь это мое имя «Ай-ай!» или «Руконожка Мадагаскарская». Продолжение следует...